Приветствую вас и начать мне бы хотелось с одного важного момента. Дело в том, что я прочитал ответы на ваш вопрос и на момент записи этого видео ответа у вас было всего три рекомендации эксперта. Значит, в своем последнем ответе эксперт с именем Наталья указывает вам возможности проведения свадебных церемоний. То есть человек показывает вам способы того, как в принципе можно провести достаточно экономно время, экономно провести свадьбу и так далее. То есть если вас интересует страна организационная, то безусловно вам лучше обратиться к специалистам, например, в свадебные какие-то агентства, которые вам подберут такой вариант, который не был бы особо затратным, но при этом и удовлетворял бы девочку. То есть здесь есть тонкость. И в этих тонкостях, к сожалению, психолог вам не поможет. Потому что, ну, знаете, говорить вам о том, что вот где свадьба однозначно дороже, да, и что вы поступаете правильно, и что, в общем-то, там, это плохо, это обычно разбрасывать деньгами было бы слишком, знаете ли, как-то, ну, слишком очевидно, слишком банально. Поэтому мне бы не хотелось так говорить. Но с точки зрения психологии, а вы написали этот свой вопрос в раздел «Психологию», так вот, с точки зрения психологии, вам, ну, не найти определенных компромиссов. То есть понять, по сути дела, чего хочет ваша девушка. Дело в том, что свадьба – это процесс достаточно многогранный. В нем девушка и примеряет свадебное платье, как она думает, один раз в жизни, то есть первый и последний раз в жизни, если это именно свадебное платье, то есть, ну, классическое. В этот момент девушка собирает вокруг себя всех людей торжество и все. И да, с позиции мужской, с позиции логики, с позиции формальной логики свадьба никому не нужна. Свадьба – это просто большинство, это пшик. Но мы делаем свадьбу для своей женщины, потому что наша женщина этого хочет. Но можно и нужно понять вас, что вы не хотите старить деньгами. И это правильно. Это очень, знаете ли, здравая мысль. Так вот, объективно, объективно вам нужно сделать так, чтобы ваша девушка была довольна. Чтобы ваша девушка в итоге в свадьбе получила бы то, что она хочет. Для кого-то свадьба – это торжество с приглашением многих людей. Для кого-то свадьба – это именно сама церемония, и люди там особой роли не играют. Для кого-то свадьба – это, может быть, что-то еще, может быть, это фотографии, память и так далее. Вам нужно поговорить с этой девушкой и уточнить, чего бы именно она хотела от свадьбы, что именно ей хочется получить в самой свадьбе, какой аспект свадьбы для нее важен, для нее важнее всего. И вот этот момент ей как раз таки предоставят. Это если у вас получится прийти к такому соглашению. То есть вот вы с девушкой поговорите, и она вам ответит. Она вам ответит, что ей нужно, и вы сможете ей это дать. А что будет, если она не захочет? Ну вот, что будет, если ваша девушка скажет, а вот, ты знаешь, вот мне нужно в свадьбе вообще все. И что тогда? Если вы скажете ей нет, ну то есть откажете ей, и в медовом месяце, и в свадьбе, то вряд ли девочке это будет приятно. Вообще говоря, она всю жизнь может вам этим попрекать. Сказать, что вот единственная свадьба, и как она надеется, последняя, и тут нормально справить не удалось. Ну, вы не дали. Я не думаю, что вам в этом случае стоит и нужно навлекать на себя гнев девушки. Почему? Ну, потому что она, по словам, права. Она для себя права. И тогда давайте попробуем определиться вот с чем. Если мы не можем ничего сделать, как бы, с послед... с самими событиями, то есть у нас не получилось выделить что-то нужное в данном случае, да? Я надеюсь, вот этот момент мы поняли, да? У нас не получилось выделить что-то, то в таком случае нужно поменять последовательность событий. Это, знаете ли, стандартный такой, я бы сказал, подход в гистантерапии, когда мы видим фигуру и не видим фон. Убираем фигуру, и у нас появляется возможность оперировать с фоном. Так вот, именно это я вам и предлагаю. Попробуйте оперировать в данном случае фоном. То есть, у вас есть четкая последовательность. Вы пишите, что, значит, ну вот, с начала будущего года планируете приезжать в квартиру девушки, она хочет сыграть в свадьбу. Ну так вот, вы сперва накопите на ремонт, на мебель, купите эту мебель, обставьте всю квартиру, а потом сыграйте в свадьбу. Знаете, как можно, и иногда люди это вообще-то говорят, в начале люди расписываются. Да-да, просто расписываются. Есть дракш и расписываются. А свадьбу они играют несколько уже потом, позже, когда появляется время. Так вот, и вам можно сделать примерно так. Попробуйте предложить своей девушке примерно следующее. Вот она хочет свадьбу, и ее, в принципе, вообще говоря, ну, можно, знаете, девушку понять. Действительно, свадьба для женщин это очень важный момент. Но вы скажите ей примерно следующее. Ты знаешь, я не хотел бы портить тебе удовольствие от свадьбы. Ты знаешь, я не хотел бы после тебя самый главный праздник в твоей жизни. Поэтому давай сперва сделаем квартиру всю, а потом я организую тебе такую свадьбу, которую ты, ну, вообще говоря, хотел всегда. Я уверен, девушка ваша согласится. То есть, она согласится сыграя в свадьбу, но попозже. А если вам нужно будет именно, как бы, скрепить свой союз с брачными узами, то вы можете это представьте. Ага, роспись и свадьба, это могут быть совершенно разные процессы. Ну, или, смейте с росписью, тогда повременить и догнаться все-таки, когда вы оставите вашу квартиру должным образом. То есть, вот именно так, я думаю, вам стоит поступить. Вперва давайте немножко подытожим. Вперва вы предлагаете своей девочке акцентировать внимание в свадьбе на то, что ей больше всего нравится, нужно и полезно там, что для нее важно именно в свадьбе. И, как бы, эту сторону, как бы, приподносите качественно, приподносите максимально развернуто. А все остальное, в принципе, не так и важно. То есть, это такой компромиссный вариант. Если договариваться не получается, значит, свадьбу, в принципе, можно отложить и отложить на потом. Вот и все. То есть, понимаете, важно, чтобы ваша девочка была довольна. Свадьба, это во многом и, как правило, для нее. Ну, редко, когда мужчина надается в этой самой свадьбе, в торжестве и так далее. Редко. Такое бывает, но очень редко. Это все для девочки. Вам нужно решить для себя. Вот вы свою женщину любите. Вы хотите, чтобы у нее был такой праздник? Вы хотите ей его устроить или нет? Если да, то выберите наиболее подходящее время для этого. Это наиболее подходящее время то и такое, когда основные, самые актуальные траты будут совершены. А эти актуальные траты, эти актуальные траты, это именно обставка квартиры. Это важнее. Вот и все. Если вы, например, допустим, поженитесь, сыграете шикарную свадьбу, а квартира у вас будет не обставлена, то куда вам заезжать? Некуда, конечно. А если квартиру вы обставите, все как надо, все сделаете, все будет нам хорошо, осталось только переехать, только заехать, осталось. Вот и пока пятый день сыграете свадьбу и выезжаете уже готовую квартиру. И все. Вариант совершенно идеальный. Если, конечно, девушка согласна подождать. А вот если девушка подождать не согласна, если она не хочет ждать, вот тогда просите, пожалуйста, уже нужно выбирать. То есть если девушка ждать не хочет, вы скажите ей так. Либо, либо мы с тобой женимся так, как ты хочешь, но после свадьбы живем отдельно и я коплю на ремонт и на мебель, там это я не буду с тобой жить, допустим, в необставленной квартире, да, где ничто не приспособлено для жизни. Либо мы делаем ремонт, и тогда же, если девушка не принимает ни первый, ни второй вариант, то поставьте ее перед фартом. Уверен, с определенным компромиссом вы с ней добьете. То есть, либо она примет первый вариант, но это вряд ли. Скорее всего, она примет второй вариант, она согласится еще подождать. Ну, либо третий вариант, это уже на самый крайний случай. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. А отвечать, знаете ли, одним ответом, мол, либо такое решение одно, либо такое решение другое правильно, не стоит. Вам, ваш выбор, вам то, как выстраивать свою жизнь, пусть решат самим. Самим вместе. Самые будущая пара. Будущая супружеская пара. Так вот, уже сейчас это, явно ли, не первый серьезный вопрос, который касается вас, как семьи. И я бы воспринял его, как тренировку. То есть, потренируйтесь, совещать свои семейные проблемы, или на данной ситуации. Вам, как мужчине, скорее всего, будет сложно уступать, но, тем не менее, уступки нужны, потому что, еще раз повторю, это женщина. С ней, с женщиной, если вы не будете уступать, и ваша жизнь превратится в ад. Семейная жизнь тоже будет достаточно тяжелой. Чтобы этого не было, учитесь уступать, учитесь искать компромиссии, учитесь учитывать не только ее интересы, ну да, не только ее, но и свои. Не только свои, но и ее. То есть, учитесь учитывать интересы вас обоих. И самое главное, никогда, по возможности, не слушайте кого бы то ни было еще. Семейные вопросы решаются только вам, вами двумя, в личном кругу. Если допустите кого-то еще, с советами, с указаниями, ну, ждите беды. С этим все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!